Что ж, Дима, записывай. Осень прекрасная пора. А можно я, можно я отвечу, Полина Михайловна? Светочка, ну ты сегодня уже пять раз отвечала. Пять пятерок получила, хватит. Осень прекрасная. ЛДС. Ну все, Полина Михайловна, я закончил. Дима, даю тебе шанс исправить ошибку. Проверь все еще раз, пожалуйста. Ошибка? Слушай, очкастая, что здесь не так? Санта очкастая, не буду тебе подсказывать. Ну что, Дима, как успехи? Подумал? Осень. Я же говорила преподавателю, что надо тебя на второй год вставлять. Что сказала? Ну все понятно, Дима, давай дневник два. В смысле два? Все же правильно. Ну сейчас я покажу тебе, Дима, где у тебя что правильно. Раз, два, три, четыре, пять. Итого даже два для тебя будет многовато. Несправедливо это все. Дневник, давай сюда. А все, звонок. Я на перемену. Так, стоять, Дима. Звонок вообще-то для учителя я еще не все сказала. Ладно, что вы хотите? Я хотела сказать, что на следующем уроке к нам присоединится новый ученик. Так здорово. Будет сидеть рядом со мной. А, еще сто процентов один ботан. Я попрошу вас обоих встретить его дружелюбно и во всем помогать. Конечно, конечно. Я его встречу, встречу. Ну все, а теперь отправляйтесь на большую перемену. Встретимся на следующем уроке. Ты что мне не помогла? А я не обязана помогать всяким двоечникам. Я не виновата в том, что ты не учишься. Мы вообще-то одноклассники. И напоминаю, я вообще-то самый сильный в этом классе. Я вот сейчас яблоко съем и стану сильнее тебя. Подожди, я тоже пойду. Так, вроде не ошибся. Наверное, туда. Ребята, чуть не забыл. Это мой первый день в школе. Я даже немножко волнуюсь. Поддержите лайком, если вам понравится. Класс. Что тебе надо? Свет. А ты вот не заметила, что вот я без яблока сижу? Поздравляю тебя. Может, поделишься? Своё носить надо. Ой, больно надо. Какое вкусное яблоко. Слушай, а займи денег на булочку. У меня денег нет. О, какая ты бесполезная. Надеюсь, новый одноклассник будет лучше, не как ты. Я, если надо, и с этим новым одноклассником разберусь. Пойду и устрою ему пранк. Как раз на ютубчике видел. Ой, ты, наверное, ютуб без подписки смотрел. Да? Конечно. Что, я лузер, чтобы подписываться? Маленькое уточнение. Лузеры, вообще-то, это те, которые не подписываются. И что ты обзываешься? Не правда это всё? Ребят, не будьте лузерами, как Дима. Подписывайтесь. Кто смотрит ролики без подписки, тот вредные редиски. Я вообще-то уже подписался. Вот они. Старый, но рабочий пранк. И одна учительница. О, нет, Дима. Она же мне двойку поставила. Ты что тут делаешь? Доску протираю. И вообще, что это ты меня спрашиваешь? Не твое дело, ботанчик. Надеюсь, новенький будет не такой, как ты, и мы с ним подружимся. Да я этому новенькому знаешь как. О, а вот и новенький, походу. Новенький, готовенький. Дима, только попробуй его обидеть. Я тебе учебником по голове стукну. Ага, не трогать его. Ещё что? Макс? Дима? Макс, ты что тут делаешь? Короче, я был на соревнованиях. Мне говорят, возьми 40 килограмм, я взял 240. Меня, блин, заставили теперь учиться математику сдавать. В смысле? То есть ты, получается, наш новенький, да? Да, представляете, здорово же теперь вместе учиться будем, правильно? Ага. Дима, а что ты там обещал новенькому сделать? Я новенького обещал поддерживать во всех начинаниях. Правильно. Я тогда и присяду, да? Не-не-не, сюда не надо. Почему? Да тут парта шатается, и стул неудобный твёрдый. Да ладно, нормально, мне пойдёт. Чё, какая разница? Дима, а что это за звук был? Не было никакого звука. Тебе показалось? Да ладно вам, может, стул хрустнул. Точняк? А ты точно ничего не почувствовал? Тебе был какой-то звук. Я вообще не пойму, о чём вы. А, старая добрая шутка, пранкануть меня хотели. Кто это у нас тут такой пранкер из вас? Света, шутница. Макс, да неверимый, это он всё, это он хулиган, он меня постоянно очкастый называет, ботанша, и он любит у нас пранки. Шутник, значит, да? Да, пошутил, да ладно, Макс, спасибо. Это же просто шутки всё. Я же не знал, что это ты новенький. Сась, а ты же говорил, тебе математику нужно потянуть. Так я гуру по математике, гиппократа этого класса. Математику от нуля до ста знаю. Кто ты? Я ночь. Ладно, отлично, потянешь меня по математике. Познакомь тебя вообще со школой, интересно всё-таки. Я тут всё знаю, пойдём, Макс. Я побольше знаю, чем Света, лучше я тебе покажу, пойдём. Макс, вы куда? Вы в школе будем самые крутыми, потому что я уже сам умный. Макс, а ты уверен, что именно Дима должен тебе показывать школу? Конечно, потому что я самый умный в школе и самый сильный. Чего? Ты самый сильный? Да ты посмотри на Макса. Да он тебя, одной левой. Так, я вообще-то учиться пришёл, а не драться. Да-да, человек пришёл. Знания получать. А ты отвлекаешь его. Пойдём, Макс. Это я отвлекаю. Я требую батл. Макс, он сказал, что он самый сильный. Я с этим не согласна. Устройте батл на самого сильного человека. Что ты такая надоедливая? Опять кому-то что-то доказывать? Ну, надо будет, докажу. Ну, зачем это человеку? Вот, Света. Ну, ладно, Димон, что? Садись, давай арморестлинг устроим. Ты же знаешь, что такое арморестлинг? Арм. С дальней что-то связано. Нет, арморестлинг это борьба на руках. Вот так вот. Ну что, Света, тебя ознакомила? Поехали, да, двух побед? Ну, не так сразу, не подготовиться надо. Что, учитель часто опаздывает? Да нет, может быть, там педсовет у нее. Она сейчас придет. Что? Максон, дружбан. Дружбаны. Что ж ты тогда своему другу не дал школьную форму, и? Какую школьную форму? В школе есть правило. Все должны ходить в рубашечках, жилеточках и классических брюках. Я вообще в шортах хожу, но решил, что в джинсах тоже можно, нет? Я решу все твои проблемы. Сейчас, у меня дед тут валялся. Мальчо, у меня есть для тебя. Рубашка. Любимая. А это обязательно? Совет на будущее, не надевай ничего после Димы. В смысле? Она только стиранная. Три дня всего лишь поносил. Окей, а если не надену, и что мне будет? Ну, учительница дневника заберет, два поставит. И школу ты не закончишь. Ха, у меня дневника нет, некуда двойку ставить. Да, но если я школу не закончу, соревнование мне не видать. Пожалуй, одену рубашку. Не за что, бро. Ну что, Макс, как тебе в школьной форме? Даже непривычно тебя так видеть. Ну, вроде нормально. Тебе, кстати, очень идет. Спасибо. Ой. Ой. Ты что мне за рубашку дал? Я как так тире вообще буду уходить по школе? Я рассчитывал на то, чтобы ты мне ее вернул. Так тебе и надо, просто филя-филя. Батанша, ты мне надоел уже сегодня. Сейчас ты у меня получишь. Ну так гораздо лучше. Ты у меня сейчас получишь. Эй, ты чего? С этим же нельзя в школу. Очкастая, иди сюда. Ладно, он меня обижает. Дим, вообще-то так нельзя. Что ты сказал? Ужешь. Макс, я случайно. Походу, в этом классе воспитания не хватает. Да, Макс, это случайность. Шутка. Дай сюда. Ты же любишь шутки. Смешно? Мусор убери. Убрал. Сейчас будем воспитанием заниматься. Так тебе и надо. Давай-давай. 15, давай-давай дальше. Может, хватит? 16. Сейчас нагрузим еще, давай-давай. 17, давай-давай-давай. Ага, слабак, как я ожидал. Только девчонок обижать можешь. Я вообще-то сильно. Давай-давай продолжай. Макс, слушай, ты такой сильный. А садись ко мне за парту, я тебе точно с математикой помогу. Ну, вообще-то я привык на задних партах сидеть, ну ладно. Ты точно мне с математикой поможешь? Точно, я самая умная в этом классе. После меня. Так, класс. Что здесь происходит, Дима? Фискульт, минутка. А, я думала, ты пол протираешь. Давай за парту. Спасибо. Вы не представляете, как сегодня вы вовремя. Прошу прощения, что я сегодня задержалась. А так, где у нас новенький? А, вы? Я вообще-то думала, что вы физрук. До сегодняшнего дня я школьник. Сами в шоке. А, это вам, значит, нужно математику подтянуть. Ну, хорошо, будем стараться. Да, да, мне. Дважды два, пять, вот, математика. Ага, ну вы доставайте свои школьные принадлежности. Да-да. А у меня нет школьных принадлежностей. А, ну, класс, тогда поделитесь с новеньким, пожалуйста. Я-я поделюсь сейчас. Свет, а со мной поделишься? Мне было не надо. Итак, у нас математика. Записываем тему урока. Сложение. Так, сложение, это что там? Иксики, игреки, да? Плюсики. Что я помню из математики? Ничего. Ой. Свет, у тебя ручка еще есть. Есть. Вот, на. Только, пожалуйста, осторожнее. Я вообще не привык к таким мелким предметам. Ну что, кто готов выходить к доске и решать пример? Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, лес рук, лес рук, я смотрю. Сейчас, сейчас, сейчас. Светочка, ну, ты же у нас постоянно отвечаешь, правда? Давай, может быть, новенькому дать ему шанс попробовать. Правильно. Новенький вперед. А? Я? Ну, я не уверен. У тебя все получится. Ну, ладно. Ой, простите. Так, 50. Ну, вообще не должно быть так. Тут должно быть как минимум тоже 7. Разные веса на штангу нельзя вешать. Значит, плюс гриф, то есть получается еще плюс 20. Так, гриф получается. Это вес. Вес. Так. Итого сумма штанги будет приблизительно 114. А что, так можно было? Макс, ну, интересный ход мысли, конечно, но примеры менять нельзя. А нет, нельзя, я понимаю. А почему нельзя? Ну, смотрите, у вас изначально неправильный пример. Вот, как бы я добавил вес, да, вот вес грифа, как бы вы неправильно написали минус. Не может быть минус гриф. Куда блины одевать? А вы вообще про что говорите? Я не пойму, какие веса вообще, какие грифы? Как-то какие. Ну, вот штанга стоит там, делать становую тягу, там, на бицепс поднимать штанга. А, ну, я, конечно, все понимаю, извините, но вынуждена поставить вам 2. В смысле 2? Ну, поймите, в математике не может быть ни весов, ни грифов никаких. Забудьте про свой спорт, у нас все-таки чистая наука. Присаживайтесь. Макс, ну, не переживай, я тебя подтяну. Я и так умею подтягиваться. Я ручку тебе сейчас новую дам. Максим, ну, что же вы так расстраиваетесь? Это же всего лишь одна оценка. Да за это оценки меня к спорту не допустит, и я не смогу выиграть соревнования. У них маленький вес, а я повесил много. Мне сказали, надо сдать математику. Не переживайте, все сдадим. Давайте, может быть, отвлечемся и сделаем небольшую разминочку. Эх, разминочка, это хорошо. Ну что, приготовились, подняли ручки и... Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Мы немного отдохнем и опять писать начнем. А, я понял, кисти размяли, чтобы нормально разминаться, да? Не, все правильно, у меня просто кисти всегда размяты, мне дополнительно не нужно. Пальчики всегда размяты. А вы что не работаете, ребят? Вот и размялись, Максим, ну все-все. А вы не будете? Вы уже размялись? Я с утра еще подход сделал. А, ну ладно. Очень хороший метод, обязательно возьму на заметку. Так, а следующий к доске у нас идет Дима, да? А я? А она? Ой, до святи уже и пятерки-то некуда ставить, он весь журнал заполнен. Мне тоже некуда ставить, мне там одни двойки. Ну вот, как раз и исправите. Дима, нарисуйте, пожалуйста, мне дом и елку с помощью геометрических фигур. Ладно. Дима! Че? Лови! Спасибо. Держи. А при чем здесь математика и фигурки рисовать? Это же творчество, там геометрия. Макс, математика это и есть геометрия и алгебра. А, понял. Ну что, Дима? Все. Хорошо, а теперь назови мне, как называются геометрические предметы. Ну, тут, по-моему, все понятно. Кружок, треугольник, квадрат в квадрате получается, палочки и звезда. Ну что, пятерка заслужил? Ну, за дом, конечно, можно три поставить с натяжечкой. И на тройке спасибо. Низкий поклон. Смотри, как надо, двоечник. Стой, 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 стой. Я вообще-то троечник. Как и в спорте, второй подход. Так, 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 так. Светочка, ну не переживай, пусть новичок еще раз попробует. Так, вот это вот неправильно, значит, елка, да? Еще из детского садика, помню. Ну, впечатляет, впечатляет, Максим. Свет, что там еще нарисовать? Кружочек и прямоугольник. А она подсказывает. Не было такого просто у Димы галлюцинации. Было. Ну, ничего страшного, он же новенький, надо помогать, правда? Да-да. А что это, Максим? Ну, как это что, ну, не видно, что ли, вот побольше зелени? Береза. Максим, ну, это просто замечательно, это даже больше, чем требовалось по заданию, вы молодец. Определенно, пять. Несите дневник. А... Свет, у тебя есть дневник? Да как так-то? Вот, возьмите. Это точно ваш? Люблю цветочки просто. А мне Хоризонтеп нравится. А твои какие любимые? Класс. А не забудьте к следующему уроку сложить мне на стол свое домашнее задание. Я буду проверять. На этом всем спасибо, до следующего урока. Блин, я же не сделал домашку. А что, еще домашка будет? Я не знал. Ну, тебе простительно, кстати, можешь уже сесть. Ты не знал. А вот Диме нужно было подготовить домашнюю работу. Он что, первый раз в школу пришел? Еще забыла сказать, что следующий урок будет в соседнем кабинете. Не перепутайте. Кто последний, тот лузер? Дима, ты куда пошел? Вообще-то надо тетрадку с домашним заданием положить на стол. А, настроение чуть испортила. Макс. Мне тут птичка напела, слушал. Что тебя с соревнований выгнали? Не потому, что ты математику не знаешь. А потому, что ты даже бумагу не можешь порвать. Чего? Что за бред? Кто тебе такую чушь сказал? Ну, не помню, кто сказал, но я подозреваю, что это правда. Что за бред? Это же легко и просто. Максим, а что здесь происходит? Макс, ты что сделал? Зачем главное? Да он сомневался, что я могу бумажку порвать. Я сомневался? Ну, зачем ты мою тетрадь с домашкой порвал? Я, видимо, сегодня не смогу сдать. Максим, зачем вы это сделали? Полина Михайловна, протестую. Я видела, как Дима начал провоцировать Максима, и Максим порвал тетрадку. Дима, это правда? Полина Михайловна, посмотрите мои честные и добрые глаза. Я не вру. Так, в любом случае, что бы там ни произошло, рвать тетради нельзя, Максим. Поэтому останетесь сегодня после уроков. Кстати, Максим, у меня есть новость по поводу вашего обучения. Я его подтяну. Он все сдаст на одни пятерки, обещаю. Спокойно, спокойно, Света, что ты? Я вообще не про это. Дело в том, что мне пришло письмо из спортивного комитета, и там сказано, что вам нужно сдать не только математику, но и все остальные предметы. Хе, ты, походу, с нами надолго. Какие еще все предметы? Ну, в общем, всю школьную программу. Русский, английский, физика, в общем, все. Ну, с физрой вообще проблем не будет. А как мне дальше-то быть? Я что, тут три года просижу без соревнований? Ну, я абсолютно ничего не могу поделать с этим. Ну, а как так-то? Ну, давайте я докажу вам, что я должен там участвовать, что могу все сдать. Хотите машину вашу до дома, это, потяну? Он может. Ну, давайте так. У нас сегодня тест, если вы хорошо его напишите, и поведение ваше не подведет, тогда я смогу порекомендовать вас для соревнований. Супер, отлично, спасибо вам большое. Я, все, я смирный мальчик. Не переживай, сдадим. Блин, давай поближе. Дима, а почему вы бегаете по кабинету во время урока? Да я поближе, плохо видно там издалека. Да, давай, давай, сюда вот садись. Нет, туда. Максим, я вас предупреждала. Да-да, конечно, Полина Михайловна. Я просто помочь ему хотел с математикой. Ты что, ты ко мне села? Ну, отцепись от меня. Тест напишем и отсяду. Успокойся. Итак, Максим, ваш вариант, Светочка и Дима. Чего впервые? На решение теста у вас 15 минут. Ну, в таван, что? Полина Михайловна, он мне мешает делать тест и просит, чтобы я ему подсказала ответ. Дима, ну-ка отсядь. Ладно. Наконец-то мешать не будет. Иди отсюда. Макс, это тебе. Спасибо. Почему он, а не я? Пожалуйста. Я сейчас по-быстрому все напишу и свалю, наконец-то, отсюда. Так. Свалишь? Полина Михайловна, а Максим списывает. У него шпаргалка. Что? Что? Чего? Максим, ну, я вынуждена аннулировать наши договоренности и тест вам не засчитываю. Ты зачем это сделал? Мне-то тебе что делать? Полина Михайловна, что теперь делать? У меня теста уже нет. Ну, что делать? Ну, останетесь на следующий год, еще с нами поучитесь, наверстаете как раз. Сдавайте свои тесты. Отлично, Максим. Дима. И не забудьте, Максим, что сегодня вы остаетесь после уроков. А, блин, Михайловна, а... Макс, давай я с тобой останусь, с лабораторной я тебе помогу сделать. Я с тобой больше не разговариваю. Да я только во благо тебе это сделала. Хорошо, что мне такое благо не досталось. Да, Света, коварно. Ты зачем это сделала? Я хочу, чтобы Макс учился в нашей школе. Он тот, кто спасает меня от хулиганов, таких как ты. Боже, из-за тебя теперь он на соревнования не попадет. Смотри, какой злой был. Ничего страшного, это ему на пользу пойдет. И вообще, учение свет, а ты тьма. Девочки, вас не понять. Но одно понятно точно. Я у тебя больше списывать не буду. Удача одной в аудитории сидеть без друзей. Ой, да не тебя. Какая-то еще химия лабораторная. Я вообще пришел сюда математику сдавать. У меня соревнования вообще, а я тут с этими баночками играться должен. Так, что она говорила мне тут сделать? Так, где здесь реагент? Так, надо смешать правильно. Максим, извини. Какое извини? Опять меня учителю сдать пришла? Закрой дверь с той стороны. Я могу помочь тебе. Ага, я знаю, как помочь. Смотрите, я Максиму сделал всю химию. Давай просто я помогу тебе смешать все правильно. И ты побыстрее практику сделаешь. Спасибо, я сам разберусь. Вообще нельзя. Если ты желтый реагент, смешаешь с голубым реагентом, пойдет дым, а потом... Я и сам знаю, спасибо. Сидят голубки. Сейчас покажу мастер-класс. Как бы еще приковываться. Ой, иди. О, ребята, привет. Ты что здесь делаешь? Ты почему еще домой не уехал? Так я урок химии люблю. Внеурочно еще позаниматься. Что у вас тут? Неудобно, капец. Ой. Бывает. Макс, не переживай, я сейчас тебе другие принесу. Я сам скажу. Ну, Макс, ну там ты не знаешь, где лежат, на полочке. Так, у меня есть где-то две минуты до большого булка. Пока, ребят. В смысле? Ты же сказал, что химию обожаешь. А, ну все, я свои дела все сделал. Я... Только ничего им не говорите. Вот сюда. В чем пахнет? Спокойно, быстро встаем и взвем. Что? Что здесь случилось? Сайф, Ланин, Михаиловна, вам туда нельзя. Что? Что это происходит там? Блин, Михаиловна, это я виновата. Я неправильно перемешала там пропорции оксидов. Активатора. Так, хватит, это я виноват. Дуб дубом вот кинем. Максим, мне уже за сегодня твои выходки надоели. Я сейчас лично пойду и напишу тебе направление, что тебе можно на твой спорт, лишь бы тебя здесь не было вообще. Как? Спасибо, дорогой мой человек. Захотите тренироваться, приходите. Наконец-то пойду разомнусь. Полина Михаиловна. Свет, не сейчас. Давай, Анна. Полина Михаиловна. Макс.